всем привет меня зовут юля это мой канал о вязании сегодняшний видео анонс будет посвящен вот такой еще одной прелести которую я только-только вот вчера закончила вязать это невероятно красивый свитер из моей одной из самой любимой пряжи это конечно же мохир это мохир на шелке выглядит он очень шикарно роскошно богато я думаю что все вы со мной согласитесь вот как выглядит это пряжа поближе этот свитер идеально подходит на даже сегодняшнюю нашу погоду потому что у нас достаточно прохладно по вечерам и я всегда фото люблю взять с собой если где-то поздно буду возвращаться вот такую кофточку которая согреет меня в прохладные вечера так немножко о свитере самом традиционно как я рассказываю все детали по вязанию вязала я этот свитер снизу вверх по кругу вот начиная с резинки без швов и довязывала до самой горловины рукава у меня получились вот такие широкие воздушные так же как я и хотела также манжета я закрывала вот такой резинка чуть-чуть пошире чем внизу закрывала я стандартным способом не таким как я обычно люблю закрывать мохер на этой пряжи он почему-то тот способ мне не понравился точно так же и с горловиной горловину я связала немножко пошире и петли на горловине я точно также закрывала стандартным способом потому что так это выглядит намного аккуратней рукава как я уже сказала решила сделать вот такие более воздушная набирала здесь достаточно много петелечек но мне такой результат и нужен был по расходу самой пряжи вот так выглядит пряжа сама которую я вязала я уже сказала это мохер на шелке ниточка безумно мягкая совершенно не колется и мне вот именно нравится за счет того что здесь есть составе шелк вот сами изделия получаются такими шелковистыми тяжелыми и очень красиво выглядят в жизни по расходу у меня вот вот таких осталось 2 ма . из 11 ма . то есть по факту если так посчитать то где-то около 10 ма . но и поскольку я вязала в 3 ниточки да вот здесь у меня это я вязала в 3 нитки то у меня и получилось неполных 11 ма . так спицы спицы я выбрала спицы номер восемь за счет этого пряжа вот она играет она оживает никогда не берите на вот такую воздушную пушистую пряжу тонкие спицы потому что пряжа забивается и она тогда не показывает свою всю полную красоту ну а на самой резиночке я меняла спицы на номер шесть вот чтобы этого выглядела немножко так по красивее могу сказать что данная модель вяжется достаточно легко достаточно быстро и и я думаю что обязательно эту модель оценят даже новички потому что здесь нет никаких супер расчетов есть небольшие расчеты но я их все показываю обо всем рассказываю в своем мастер-классе сам мастер-класс традиционно я выложу на свой канал а в течение одного-двух дней поэтому следите за моим каналом и вяжите обязательно вот такую красоту я вам обещаю что вы не пожалеете потому что это выглядит достаточно красиво и модно женственно также эта кофточка будет красиво выглядеть и зимой она идеально подойдет под любой образ и обязательно вас порадует как в прохладные летние вечера так и в зимние так что всем удачного вязания приятного настроения и отличного результата